Девушки отдыхают За следующей недели на нашем канале стартует правильное реалити-шоу под названием «Возможно все!» Благодаря ему каждый зритель сможет сделать доброе дело. Кому и как, расскажем в ближайший час. Это программа «На злобу дня», тема «Все возможно!» Меня зовут Сергей Надеин, здравствуйте! Уважаемые телезрители, к нашей беседе можете присоединиться и вы. Если есть какие-то реплики, пожалуйста, 8 800 707 0226. Есть вопросы к нашим гостям, телефон тот же. 8 800 707 0226. Звонок бесплатный, хоть с домашнего, хоть с мобильного телефона. Как всегда. Кроме того, также бесплатно можете принять участие в нашем интерактивном голосовании. Я сейчас попрошу нашего редактора показать вопрос интерактивного голосования на экранах. А вот и он. Как часто вы помогаете незнакомым людям? Вот таким вопросом мы задали сегодня. Постоянно помогают. Это первый вариант ответа 516 771. Никогда не помогают. 516 772. И помогают только, когда уверен в результативности. То есть только тогда, когда уверен, что моя помощь дойдет до адресата. Звоните. Будем по ходу программы подводить предварительные итоги. В завершении программы подведем постоянный. Формат напомню, уважаемые гости, для вас. Кто-то уже был у нас в студии, кто-то здесь впервые. Мы будем смотреть сюжет, который подготовилась сегодня Анна Медяник, наша коллега. У нас сегодня Григорова заменитель такой. Посмотрим сюжет и будем обсуждать. Обсудили. Если есть реплики, поднимайте руку. И если есть что сказать, выходите сюда к нам в студию. Рады всем. Выходите, не стесняйтесь. Ну что ж, Анну приглашаем сюда к нам в зал. Проходите. Первый вопрос. Ань, какое участие в этом проекте? Возможно, все принимаешь конкретно ты. Потому что не зря мы сегодня заменили Александра Григорова. Я безумно вообще горжусь тем, что мне доверили такую важную роль писать. Писать об этих ребятах, писать об их эмоциях. То есть я вижу всю правду. Беспрекрас. Я за кадром. Я вот в своих сюжетах постаралась именно это показать. То есть под эгидой скромности, наверное, пройдет сегодняшний показ. Они правда, они стеснялись, они скромничали, они молчали. Но вот этот вот огонек в глазах, он не меркнет. А вот я сейчас понял, что кто они, пока еще непонятно. Ребята. Поэтому о чем первая часть будет? Сейчас мы вам покажем. Мы всю неделю ездили с тренерами, с наставниками по детским домам. По всему краю. И знакомились. Знакомились. То есть вот ребята заходили, они прям знакомились без всяких дубль-два. То есть все было снято одним дублем. Все эти эмоции настоящие. Смотрите. То есть открываем завесу, приоткрываем пока. Главные герои это дети. Это дети из детских домов. Из детских домов. Вот это будут главные герои нашего правильного реалити-шоу. Поэтому я предлагаю сейчас обратить внимание на экран. Первый сюжет. Готовы к труду? Да. Победе? Да. Красиво готово? Да. Все неделю наставники ездили по нашему краю и знакомились с участниками проекта. Ребята из детских домов Солнечно-Дольска, Невиномыска, Надежды, Балахоновского, Нового Янкуля и Ставрополя встречали съемочную группу с радостью и интересом. Здравствуйте, дети! Здравствуйте! Борьба. Я давно мечтал об этом. Вступить в такой вид спорта. Борьба, смешное нераборство. Я рад этому. У меня большие эмоции. Я не занимался. Я просто это видела. И мне это очень нравится. Я хочу это попробовать. Ну, я всегда хотел пойти заново на кик, на бои какие-нибудь. Некоторые участники стеснялись говорить на камеру. Но с удовольствием показывали себя в деле. Как оказалось, мальчишки в отличной физической форме. Девочки отставать не собирались и представили на суд наставников свои номера. Конечно, при поддержке друзей. А вот кое-кто давал интервью, как будто делает это каждый день. Мне, конечно, очень захотелось принять участие. Но я очень сомневалась, поскольку очень много людей, не факт, что вообще выберут тебя. Как бы тоже очень волнуешься. Но в итоге все-таки выбрали меня, и я очень рада. Но какими бы скромными ни казались наши герои, они прекрасно понимают, что на проекте их ждет и повышенное внимание, и постоянные съемки, и даже критика жюри. Ну, не с первого раза все получается. С десятого. Даже с двадцатого. Но все равно получается. Обещаю, что за эти три месяца я не сдамся. Я буду приходить, это будет трудно, я буду реветь, я буду орать, я говорю, я не буду. Но потом надо сравнить, что я хочу жизни большего. Когда я пойду на танцы, я буду заниматься и не сдамся. Буду танцевать. Итак, знакомство состоялось, и теперь всех участников объединило одно желание. Поскорее приступить к тренировкам. Семь. Супер. Ну что ж, это была первая-первая часть сюжета Анны. Анна, вот поездила по нескольким сразу. И действительно ли ребята настроены вот так по-боевому, или это не все попали в сюжет? Старалась показать всех. Кто-то говорил, кто-то показывал, кто-то стеснялся. Попали, мне кажется, все попали. Сразу первый вопрос вот задавала. По-настоящему хочешь? То есть, ты хочешь? И они все такие, да, да. То есть, вот это вот очень важно было услышать. Потом они замыкались чуть-чуть. Но вот эта первая эмоция, она, да, они все от души хотят. Они даже тренерам уже потом звонили. Это все. Понятно, что ребятам не хватает какой-то социализации, не хватает семьи. На твой взгляд, вот чего не хватает ребятам, исходя из условий, правил нашей программы? Вот что бы им добавить? Общение, допустим, или... той самой социализации? Ну, сейчас у них будут выезды три раза в неделю. И я думаю, что для них это и так будет очень много. Насыщенная программа, на самом деле. Они же еще учатся вдобавок ко всему. И посмотрим, как оно все будет. Первое время будет перебор даже, я думаю, с эмоциями. Спасибо большое, Ань. Пожалуйста, присаживайтесь. Будем знакомиться с нашими гостями, Анной Медятник. Я бы хотел сейчас сюда, к нам в студию, пригласить наших двух уважаемых гостей. Это Сергей Петрович Трошин, директор благотворительной некоммерческой организации Фонда социальной поддержки населения Старопольского края. И член Попечительского совета Фонда социальной поддержки населения края Наталья Александровна Владимирова. Занимайте, пожалуйста, места. Разбирайте микрофоны. Их у нас с запасом. Я знаю, что вот этот проект, все возможно, он вырос из вашего же проекта «Спорт детям». Вот если можно, вот для ввода несколько слов об этом проекте «Спорт детям», Наталья Александровна. Ну, вообще «Спорт детям», как и один из многих проектов Фонда, он такой многосторонний и направлен на то, чтобы, во-первых, мы людям организовали какое-то интересное мероприятие, в котором они смогут принять участие сами, с семьей, с друзьями, с коллегами. И вторая часть проекта, как и во всех наших проектов, это, конечно же, сбор средств на помощь детям, взрослым людям. И вот «Спорт детям» уже прошло у него два этапа, и в основном там принимали участие, конечно, взрослые. И мы подумали, а почему бы нам к спорту не привлечь детей, которые, помимо того, что будут участвовать в спортивном мероприятии, еще и сами смогут помочь своим ровесникам. То есть «Спорт детям» — это участвуют взрослые, но путем вот этого участия собирали какие-то средства для помощи детям. Да, через спорт они помогали детям. А, марафон, кстати, был, да? Да, был благотворительный забег. Бегали мы тоже вместе с сотрудниками по парку Центральному. Было дело еще какие мероприятия, вот этот марафон, и еще вы говорите два, да? И да, вот у нас еще был «Спорт детям, движение, жизнь», когда мы собирали также через спортивное мероприятие средства на помощь детям с инвалидностью. Сейчас этот проект завершается. Как раз мы уже пяти деткам доставили коляски, специальные кровати, вертикализаторы. И здесь, в этой студии, присутствуют те люди, которые принимали участие в предыдущем проекте тоже. Вот мы обязательно познакомимся со всеми нашими сегодняшними гостями, причем с удовольствием. Сергей Петрович, а как вот родилась идея, что нужно привлечь детей, что нужно сделать проект с участием теперь самих детей из детских домов? Вы знаете, у нас этот проект, эта акция уже имеет двойную направленность. Акция называется «Спорт детям. Все возможно». Мы здесь преследуем не только цель привлечения средств для дальнейшей помощи всем нуждающимся в этих средствах, но и вовлечение в нашу деятельность, в наши акции и проекты тех деток, которые сегодня находятся в детских домах. И хотим, что называется, расшевелить, постараться показать этим детям, что благодаря их навыкам, их возможностям и их целестремленности можно войти в общую коллективную жизнь, ту самооценку, ту социализацию, которую вы сейчас называли, привить и, соответственно, достичь какого-то результата для того, чтобы дети действительно были социализированы в том обществе, которое у нас сегодня есть. Ну вот мы уже увидели несколько целей вот этого реалити-шоу, которое будет выходить со следующей недели на своем ТВ. Основная цель, на ваш взгляд, какая? Все-таки это собрать деньги, это привлечь ребят, это сделать так, чтобы они общались, знакомились, попадали, вот та самая социализация, будет несколько раз сегодня еще это слово, пожалуй, звучать. Основная цель, на ваш взгляд? Наверное, все, что вы перечислили, можно причислить к основным целям. Мы стараемся для детей, ради детей, с помощью детей, но и плюс к тому, что вы перечислили, можно назвать целью это объединение жителей нашего края вокруг этого проекта. Мы ведь всем краем будем голосовать, болеть, переживать, смотреть, и это будет очень здорово, тем более с ощущением того, что после проекта по результатам мы сможем помочь тем же деткам, которые сейчас находятся в детских домах. Будут собраны средства, какие-то средства будут собраны благодаря СМС-сообщениям, в том числе мы потом поговорим с ведущим этого проекта, мы его пригласим в следующий в студию, на что эти деньги будут потрачены? Мы бы хотели все собранные средства направить на покупку игр, развивающих игрушек, книг, в детские дома, в интернаты, в приюты, потому что, наверное, если бы мы каждый себя поставили на место директора детского дома, мы бы обязательно делали ремонт, да, обязательно покупали новую мебель, оборудование, мы бы обязательно одевали детей, отправляли их в школы и кормили, а на игрушке у нас бы уже оставалось то, что остается после всех обязательных затрат. Но и также мы знаем, как часто ломаются игрушки, как их всегда детям не хватает, и поэтому если мы сможем помочь нашим детям в детских домах, в приютах, в интернатах, и снабдить их всем необходимым для детства, и то, что делает счастливым ребенка, я думаю, это будет очень здорово. — Сергей Петрович, вот, допустим, закончился проект, вот он пройдет какое-то время, закончился, дети опять вернутся к себе в свои детские дома, для них все закончится на этом? Будете ли продолжать каким-то образом следить за ними, за их успехами, курировать, потом помогать, возможно, в дальнейшем? — Ну, я, наверное, скажу, что деятельность фонда нашего не закончится, это точно, да, на этом проекте. И, кроме того, я думаю, что если проект выстрелит в части, извиняюсь, в кавычках понятно, выстрелит в части деток-сирот, находящихся в детских домах, я думаю, что эта акция найдет продолжение и дальше. Но в любом случае помощь всем нуждающимся у нас в крае, в частности и детям-сиротам, у нас будет продолжаться. — Ну, я тут хочу дополнить, что мы вот разговаривали с наставниками, что если дети после трех месяцев поймут, что они теперь не могут жить без танцев или без единоборств, то мы постараемся найти возможность дать им дальше заниматься. — То есть будут заниматься танцами, будут заниматься единоборствами. Ребята, мы так потихоньку открываем все завесы, да, что-то сказали в сюжете, что-то говорим по ходу нашей беседы. Какого возраста участники проекта? — Ну, примерно 14-17 лет. — Почему вот именно эти ребята были выбраны? Не младше, не 12-ти, не 10-ти, не 8-ти летние? Они что же, наверное, любят танцевать? — Ну, наверное, хотелось бы таких уже более зрелых ребят, чтобы они могли где-то порассуждать, где-то показать свой характер, да, что если приложить много усилий, то можно много чего добиться. Все-таки, наверное, дети более младшего возраста, я не говорю, что они менее упорные, но, наверное, для нашего проекта они бы не очень подошли. — Вот кроме завершающей такой вопрос, помимо тех проектов, которые мы назвали, фонд чем еще занимается, какие еще проекты есть, кроме спорта детям? — Вообще у нас проходит акция «Время и милосердие» на Ставрополье, которая, в принципе, годовая акция, в рамках которой идут подпроекты, в том числе и те подпроекты, которые мы сейчас с вами обсуждали. Но основная цель фонда — это как раз помочь всем нуждающимся и находящимся в трудной жизненной ситуации, которые, к сожалению, не могут по каким-либо причинам получить помощь из государства, из государственного бюджета, либо самостоятельно оплатить или получить какую-то помощь, услугу, которую реально оплатить самостоятельно не могут. — А вот у нас есть интерактивное голосование. Я попрошу сейчас показать промежуточные итоги, как часто вы помогаете незнакомым людям. Постоянно помогают 43%, никогда не помогают 7%. Пока такой результат, и только когда уверены в результативности 50%. Переадресую этот вопрос вам. Вот сейчас есть возможность набрать один из этих номеров. За какой бы вариант ответов вы бы проголосовали? — Там, по-моему, последний, что если есть... — Постоянно или если последний — это то, что я уверен, что средство или что-то иное дойдет до адресата? — Ну вот за последний. Уверенность в том, что дойдет до адресата, наверное, решающим фактором для каждого человека является. — Да, у меня тоже последний ответ, то есть когда уверен в результате. Кстати, по результату, по нашему фонду, наш фонд размещен на страничке нашфонд.рф, пара кириллицей. Соответственно, можно посмотреть то, что мы делали реально в течение нескольких лет уже, и полностью посмотреть всю деятельность фонда и посмотреть, куда направляются средства. Не единой копейки куда-то в сторону мы не направляем только на оказание помощи тем, кто нуждается. — Ну то есть наши телезрители, которые захотят принять участие в проекте, они должны быть уверены в том числе в том, что вот эти средства, которые дойдут, и нашфонд.рф, заходите, смотрите, пожалуйста, все результаты деятельности фонда. Нельзя в студии включать телефон, и я уверен, что за третий результат, наверное, проголосовали бы все. Кто не за третий результат, скажите. Вы не за третий, вы не за третий. А вот давайте-ка мы сейчас и поговорим с вами. А почему не за третий? — Представляйтесь, пожалуйста. — Алексей Антонов, психолог. Я хочу сказать, что почему не за третий? Я проголосовал за первый. Там был вопрос, как раз касающийся ответ, был касающийся именно просто бы помогал людям. Ну потому что я считаю, что волонтерство и именно помощь человека, знаете как, ну может быть немножечко скажу банально, но как говорил Иисус Христос, что пусть рука одна, рука не знает, что делает другая. И просто-напросто то, что ты делаешь, хороший поступок, это не обозначает, что он тебе обязательно зачтется. Я исхожу из этого принципа, поэтому я считаю, что очень важно делать просто для себя хорошие поступки. И это будет помогать и позитивно мотивировать. — Катя. Екатерина Федотова у нас сегодня в студии. — Здравствуйте. — За какой бы вариант голосовала? — Я бы тоже голосовала за первый вариант, потому что… — Всегда. Ну хоть не за второй, Катя. Хоть не за второй, хорошо. Твоя мотивация. — Ну, наверное, я соглашусь с нашим психологом, потому что я, когда делаю добрые поступки, мне кажется, что не то, что я становлюсь лучше, а какой-то свет, отклик находится в моей душе. — Ну и хорошо, очень хорошо, что сегодня у нас такие добрые люди собрались. За второй никто не голосует же, да? Нет? Все, отлично. Спасибо вам большое. Занимайте, пожалуйста, ваше место в студии. У нас сегодня в гостях еще, друзья, заместитель министра образования Старопольского края Галина Серафимовна Зубенко. Вот один вопрос, один вопрос, да. Один вопрос. Я этот вопрос уже сегодня задавал. Аня в том числе задавал. Вот как вы считаете, вот чего больше не хватает детям, в том числе участникам проекта, вот в нынешней жизни их в детских домах? Я точно знаю ответ на этот вопрос. Чего им не хватает? Это семья. Разумеется. Семья. Разумеется, семьи... И еще бы одну цель вот этого проекта, ну такая моя работа. Естественно, вот мы покажем детей старшего возраста. У нас желающих в Старопольском крае усыновить, взять ребенка в семью достаточное количество людей. Но все почему-то мечтают о малышах. Я думаю, этот проект продемонстрирует, что и дети возраст 13-17 еще более замечательные. Вы посмотрите, какие... Мне очень удивило то, что незнакомые люди вошли в детские дома, они открыты, они откровенны. Несмотря на то, что там некоторые стесняются, но я думаю, что к концу проекта они все раскроются абсолютно. И мы увидим открытых детей, талантливых детей, потому что неталантливых детей, я думаю, что у нас вообще в детских домах нет. И вообще их нет. Просто наши наставники найдут вот именно ту изюминку в каждом из этих, раскроют их таким образом, что наши граждане Старопольского края придут в эти детские дома, и может быть кто-то обретет семью из этих детей. И вот это моя самая главная цель и самая главная мечта. Сейчас хотелось бы познакомить вас еще с одним человеком, хотя познакомить, наверное, слово неподходящее в этой ситуации. Илья Захаров, наш коллега, сотрудник телекомпании СОЭТВ. Да, Илья, конечно же, проходите. Присаживайтесь. Спасибо. Не хватало творчества? Почему потянуло на телевидение снова, опять в огонь до полымя? Дело в том, что я не только что вернулся на телеэкран, я уже достаточно давно на своем ТВ работаю в качестве ведущего новостей, информационная программа «День». 19.30 обязательно включайте телевизор, такой маленький анонс. А участие для меня в этом проекте, ну это просто еще большее погружение в сферу телевидения, вот в то, во что я давно влюблен, скажем так. Любовь не отпускает, особенно юношеская. Да, это действительно как первая любовь в телеканал. Пришло время рассказать нашим телезрителям о самом проекте, рассказать им о каких-то условиях, о правилах проекта. Вот ты знаком с положением вот от и до, чего ждать от проекта, что это вообще будет? Да, мы уже рассказали для чего проводится, даже немножко увидели как это будет происходить, но пока не знаем что. Ну вот интрига, интрига, раскрываем. Пора раскрывать. Это телевизионный проект в формате реалити-шоу. Он будет проходить на, освещаться точнее будет на своем ТВ, в прямые эфиры, будут по пятницам 18.30. В чем суть? Я вот думаю, одно из телевизионных шоу не компрометирует ли вот это название реалити-шоу? Может мы какое-то другое название придумали, если у нас не реалити-шоу, по примеру других. Это живой проект. Живой проект, да, живой проект. Я не думаю, что нас как-то скомпрометирует слово реалити. Нет, это не реалити-шоу. Итак, вы сейчас о каких-то, видимо, скандальных проектах вспомнили? Да. Нет, там все будет очень классно. Итак, суть в чем? Участники – это воспитанники детских домов Ставропольского края. Их 16 человек, они уже отобраны. Они поделены условно на две команды. Мы их назвали красные и синие. Опять же, каждая команда поделена на две подгруппы. Одна подгруппа будет заниматься хореографией под руководством опытного наставника. Вторая подгруппа вот этой команды будет заниматься единоборствами тоже под руководством опытного тренера. Итак, есть синий, есть красный. По 4 человека в каждой команде занимаются единоборствами и танцами. Да. Понятно? Пока понятно, да? Пока все предельно ясно. В течение недели они тренируются, собираются специально… Это дети из разных детских домов. Они собираются в одном месте трижды в неделю, с тренером занимаются. На каждую неделю тренер им ставит конкретную задачу. То есть оцениваться будет раз в неделю, насколько точно и правильно они выполняют установку тренера на эту неделю. Вообще сам проект рассчитан на три месяца. Вот он стартует 9 декабря, соответственно, три месяца спустя он должен быть завершен. Раз в неделю... А может это не закончим, как то самое шоу, о котором мы говорили. Как пойдет? Настраиваться на позитив я предлагаю. Итак, раз в неделю мы собираемся в этой студии с экспертами. Это вообще отдельные люди, которые будут оценивать успехи ребят по тому критерию, который я озвучил. Это будет какой-то видео-визитка их, будут критерии на листиках вам, экспертам, приноситься. Либо это будет какой-то отчетный концерт, отчетные бои. Будет видеоряд, в котором тренер будет давать им задания на неделю. И видеоряд, в котором ребята будут показывать, как они его выполнили. А эксперты будут оценивать именно саму точность выполнения. Справились они с выполнением задания или нет. Это важно. Мы сравниваем команды не между собой, а вот насколько точно они выполняют установку тренера. Эксперты отдают свой голос за одну команду, либо за другую в хореографии и в единоборствах. И очень важный нюанс, зрители тоже могут помогать своей команде посредством смс-голосования. Есть определенная команда, есть номер уже выделенный, короткий номер 5577. Если голосуешь за команду красных, то определенное сообщение отправляешь. Ну да, эти сообщения, когда выйдет в эфир шоу, все будет предельно ясно, все будет написано. Да, и команда, которая на этой неделе набрала больше сообщений, получает дополнительный балл. Что еще важно в этих смс-сообщениях, они платные, но эти деньги как раз и есть сбор тех самых благотворительных средств. Можно будет проголосовать за кого-то, как и в других подобных шоу. Кто-то будет вылетать по итогам недели, либо все остаются. Нет, в том и суть, что ребята пройдут весь этот путь, все три месяца они будут тренироваться. Я надеюсь, что никто из них не сойдет с пути. Я посмотрел в сюжете на эти горящие глаза, но уже сейчас понятно, что они настроены решительно. И ребята говорят, что да, мы хотим, нам нравится, я давно мечтал, и вот у меня есть шанс. Уже знакомы вы с кем-то из этих участников, с кем-то успели познакомиться? Я лично с участниками еще не познакомился, я буду это делать в ближайшее время. Победитель будет один, победитель команда. Победитель будет команда. Красный или синий? Да, красный или синий. Победитель определится в финале проекта, по итогам каждой недели баллы будут суммироваться. И вот к концу проекта команда, набравшая больше баллов, будет объявлена победителем. То есть выбывать до окончания проекта никто из участников и из команд не будет. У нас, помимо того, что телекомпания «Свое ТВ» транслировать будет серии этого шоу, у нас еще есть несколько партнеров, в том числе радиостанции, поэтому я бы хотел слово и вам предоставить. Да, пожалуйста. Проходите, присаживайтесь. Со своим микрофоном пришли, да? Очень удобно, очень удобно. Подготовленный. Подготовленный. Радиохолдинг СССР, 8 радиостанций, закрывающих весь Ставропольский край и немножко соседних регионов. И, собственно, когда нам предложили поучаствовать в этом проекте, вопрос не стоял. Конечно, мы видим там немножко другие ценности. Мы видим, что для нас наиболее важно является замотивировать жителей края, помогать друг другу, помогать тем, кто нуждается в заботе, и мотивировать на участие в акциях, в том числе фонда. Поэтому многие из участников данного проекта, многие из партнеров являются нашими постоянными партнерами, извините за автологию. Мы поддерживаем многие акции. И, собственно, мы не могли сказать «нет», потому что это соответствует ценностям наших компаний. Как Вы считаете, основная цель конкретно этого проекта? Чем он должен закончиться, к чему он должен привести? Какая польза для ребят, для телезрителей, для всех участников проекта, в том числе для Вас? В идеале, конечно, должно быть каждый из детей, которые участвуют в этом проекте, должен найти семью. Если это по каким-то причинам не получится, ну, всегда нужно понимать, что чудеса не всегда случаются. Дети получат какие-то новые знания, какие-то новые опыты и какую-то мотивацию. У нас в проекте участвуют замечательные тренеры, которые своим успехом и своим примером, я думаю, дадут детям замечательный заряд на то, чтобы добиться в жизни многого и превзойти тех, кто, возможно, стартует в более лучших условиях. Вот и как раз пришло время поговорить о тренерах. Спасибо вам большое вот за такую подводку. Помощник пришел со своим микрофоном, помог мне подвестись. Большое спасибо. Занимайте, пожалуйста, ваши места в зрительном зале. Аня, проходи, пожалуйста. Потому что прямо сейчас... Поддержи меня в этом хотя бы. Вторая часть, второй сюжет, который мы будем сейчас смотреть. О ком он, о чем он? Он о взрослых, он о наставниках, он о жюри. Хотелось показать именно настроение этих людей. Я старалась. А вот как получилось, посмотрим прямо сейчас. Внимание на экран. Анастасия Сизова. Тренер по хип-хопу и наставница команды красных. Ее тренерская карьера начиналась, когда она сама была ребенком в 15 лет. Сегодня у Насти ученики постарше и не минуты покоя. Ты сама окунаешься в этот процесс, сама кайфуешь. И получаешь большое удовольствие от того, что ты видишь, что им это нравится, глаза горят и хочется еще что-то придумывать, придумывать. И тут уже время заканчивается, думаешь, так, на следующую тренировку. Еще один наставник команды красных – Александр Юношев. Тренерский стаж 4 года. Вместе с другом пришли на бокс в 11 лет. И буквально через 3 месяца первая победа в городском чемпионате. Никто не скажет вам, что все люди, которые там чего-то в спорте, в жизни добились, они родились и все, они были с какими-то там природными данными, генетическими, все, они сразу все умели. Нет, зачастую это на 90% плод очень большого труда. Держи, полупалец, не дотянуй, еще колено тяни, дотяни, голову поверни. Виктория Манучирян на 3 месяца станет наставником команды «Синих». Акробатические танцы, хотя бы толчок, чтобы они поняли, что это такое. Эстрадные танцы и много направлений все, которые присутствуют у нас. Джаз, модерн. В акробатику Викторию привела мама, когда девочке было 5 лет. Годы упорных тренировок и в 13 лет она обладательница гран-при фестиваля «Русские сезоны» в Париже. Мужскую часть команды «Синих» взял под свое крыло Андрей Печушкин. Пока они не знают то, что их ждет. Поэтому, может быть, они придут без страха. Страхи появятся потом. Признается, что на тренировку по карате попал случайно, когда ему было 12 лет. И вот уже 27 лет не выходит из зала. О страхах и упорстве, о победах и поражениях не понаслышке знают и судьи нашего проекта. Ой, открою, наверное, всем большую тайну. Боятся все. Екатерина Федотова на собственном примере доказала. Начинать никогда не поздно. Первые танцевальные шаги она сделала в 18 лет. Через год начала преподавать, через два открыла собственную студию, через три стала бронзовым призером чемпионата Европы по хип-хопу. Есть там горящие глаза, когда ты видишь, что ребенок просто горит изнутри. Это, конечно, дает не то, что изюминку, это наполняет танец каким-то смыслом. Оценивать достижения участников будет еще один судья нашего проекта Эрик Аганов. Утренние пробежки по 10-15 километров и две тренировки в день стали неотъемлемой частью его жизни. Самое правильное настроение ребенка, правильно объяснить ему, что не нужно останавливаться. Это очередная ступень, которую нужно переступить, чтобы стать сильнее, стать лучше. В составе жюри не зря оказался и директор фонда социальной поддержки населения Сергей Трошин. Конечно, главная цель фонда в этом проекте – собрать средства и привлечь внимание к проблемам детей-сирот. Но и о трудностях тренировочного процесса Сергей Петрович знает не понаслышке. Я занимался спортом, в частности дзюдо в детстве, в кружке танцев тоже участвовал. Поддерживать ребят и помогать им справляться с трудностями все три месяца будет и психолог Алексей Антонов. С ребятами важно именно для них создать веру. Веру в то, что он все сможет. Как сказал один знаменитый психолог Эрик Берн, весь мир хороший, я хорош. Два направления. У нас тренеры по двум направлениям. Это единоборство и танцы. Вот сейчас, выбирая бы, вдруг пришлось бы выбрать, вот как корреспонденту нужно тоже принять участие. На единоборство бы пошла или на танцы? Сереж, конечно, единоборство. Ну, кимоно висит. Как я мог вообще сомневаться в этом? Как я мог сомневаться? Конечно, единоборство. Аня, спасибо большое. Дзюдо и танцы? Мы сейчас увидели. Аня четко выбрала единоборство. Вы не смогли выбрать в свое время? В одно время. Сначала были танцы, потом было дзюдо. А почему решили сменить род деятельности? Хобби, наверное, да? Или это во сколько вы занимались танцами? Танцами, наверное, лет до восьми. А вот дзюдо у меня было лет до пятнадцати потом. Ну, серьезно, если с восьми до пятнадцати, семь лет занимались, наверняка какие-то достижения были в этом виде спорта? Да, в областных соревнованиях под дзюдо я был призером, занял первое место. Почему решили завязать с дзюдо? А то сейчас бы сидели, вот как некоторые наши гости, с немножко деформированными ушами. Не могу сейчас сказать почему. Наверное, были приоритеты какие-то более другие, учеба, ну и так далее. Спасибо вам большое. Спасибо. И сейчас самое время представить и вам, и вам, уважаемые наши телезрители, тренеров, наставников, тех, кто будет заниматься с ребятами. Проходите, пожалуйста, сюда к нам в студию. Присаживайтесь, занимайте места поудобнее. Разбирайте микрофоны. Нет своего у вас? С нашими? Присаживайтесь, пожалуйста. Итак, вот, Александр, почему, для чего вам это нужно? Вот у вас забот в жизни мало, чтобы еще сейчас заниматься с детьми какими-то благотворительными мероприятиями? Ну, вообще, занятие с детьми – это моя ежедневная забота, прежде всего. Ну, как бы мы люди не настолько там глупые, не знаю, жестокие. И мы прекрасно понимаем, что есть дети нуждающиеся, есть дети, которым чего-то в жизни не хватает. То есть, это именно те дети, о которых мы сейчас говорим. Дети, которые живут в детских домах, развиваются там. То есть, в принципе, помощь им, ну, это очень доброе дело, я считаю, в жизни. И каждый человек должен стараться сделать что-то очень хорошее в жизни. Может быть, это какая-то спасенная жизнь. Может быть, кто-то мог бы как-то пойти не по тому пути, выберет тот путь. Может быть, мы кому-то откроем глаза на что-то, кого-то чему-то научим, где-то что-то поправим, изменим. В любом случае, это участие в их жизни, участие в их развитии. Это то, что они хотят. То есть, мы выбирали детей, которые непосредственно хотят этим заниматься. Которые есть, там был ребенок, допустим, который сам каждый день ходит в зал. То есть, вне зависимости от погоды, не зависимости от чего, он идет, просит перчатки, чтобы ему купили, выпрашивают у воспитателей, у директора. Просит грушу и так далее. То есть, он идет и каждый день сам занимается. У него нет тренера. Но он смотрит интернет, он смотрит YouTube, он смотрит ролики. Как он это понимает, как он это видит, он старается отрабатывать. То есть, человек пытается добиться чего-то в жизни. А мы ему сейчас можем дать такой шанс. То есть, это очень хорошо, это радует, на самом деле. И я считаю, как бы вообще, на самом деле, лично мои эмоции, я думаю, меня поддержат другие тренера. Это такие светлые эмоции, положительные. То есть, ты выходишь оттуда и ты думаешь, вот, отлично. Все, сейчас начнем. Знакомы с ребятами? Уже познакомились с теми, кто будет понимать? Конечно, конечно. Мы ездили, их отбирали, знакомились, общались. Общались и с другими детьми, которые, конечно, хотелось бы взять всех. На самом деле, то есть, когда смотришь им в глаза и видишь, что, ну, им действительно, там, может быть, кому-то этого не хватает. Конечно, хочется их всех взять. Ну, будут дети, которые будут заниматься у нас, они будут показывать им пример. Возможно, будут приходить показывать им то, чему они научились. Вот. И своим примером покажут, что, в принципе, все возможно. Так, как классит название проекта. Некоторые, а каким образом отбирали? Какие-то нормы проходили ребята? Что-то сдавали? Какие-то нормативы? Вот. Получилось взять не всех, говорит Александр. По какому принципу отбирали? Ну, главное, не было желание. Это было самое основное. И дети всех, правильно вы говорите, хотели все попасть. Но пока что, так как это новый этап, и каких получилось выбрать детишек по желанию, вот, и мы попробуем сделать все... Мы все сделаем, все возможное, все будет отлично, я уверена, на 100%. Андрей, а как будут проходить тренировки? Сколько раз в день? Где? По каким там правилам? С какими условиями там все это будет? Вот. Вы конкретно занимаетесь какими единоборствами с ним? Я сейчас преподаю кикбоксинг. У меня свой зал, свой клуб. Также я организатор турниров. Поэтому все это мне очень близко. Тренировки будут проходить три раза в неделю по два часа. То есть это, в принципе, тот объем, который необходим или, так скажем, минимален для того, чтобы за три месяца дети смогли усвоить что-то и что-то, какого-то результата поставленного добиться. Три раза в неделю, два часа в день. Действительно ли этого времени достаточно? Вот вы говорите, что достаточно. Ну, мне, допустим, кажется, что все-таки за три месяца... В принципе, обычные физкультурники, люди, которые занимаются у нас в залах и занимаются именно по такому графику. А дети, они как бы в таком возрасте находятся, они впитают как губки все это быстро. И, как сказал Саша, будут приходить к себе в детские дома и дорабатывать что-то там. Обычные физкультурники, вы говорите. Вот обычный физкультурник перед вами пришел на тренировку однажды к Александру, посмотрел, как они тренируются, больше не пришел. Потому что я обычный физкультурник. Не боитесь ли вы, что по ходу тренировок будут выбывать, вот, скажем, слабые ребята, те, которые не выдержали всего этого? Мы этого боимся, мы их об этом предупреждали. Но, в общем-то, получили такой единый отклик от всех детей, что они попытаются дойти все до конца. То есть именно такая задача перед ними и стоит. Александр, вот если вот кто-то подошел к вам и говорит, я больше не могу. Вот я больше не могу, я больше не буду, вот у меня не хватает сил, отпустите меня домой лазить в планшете. В этой ситуации будете уговаривать оставаться или это решение конкретного человека, не можешь, не хочешь, как хочешь? Ну, я вообще проведу так называемую мотивационную беседу с ним, в хорошем смысле. Мотивационную беседу. Нет, на самом деле такие случаи были и случаев, ну, он был не один. Это, в принципе, это похожий случай, когда ты везешь ребят на соревнования. Вот я когда второй раз не пришел на тренировку, он мне звонил, я трубку не брал. Я был уверен, что это мотивационная беседа предстоит, поэтому нет. Бывают часто случаи, допустим, это, ну, схоже, вот ты привозишь парней на соревнования, бывает, а он все, он вроде бы готовился, он ехал, он был настроен. Приехал туда, все, он перегорел, испугался, говорит, подходит и откровенно говорит, тренер, я не знаю, как, то есть, ну, я боюсь, я горю. То есть, я понимаю, что если он с этим не справится, то у него ничего не получится. Точно так же и здесь, если он с трудом, но он себя не переборет, у него это не получится. Ну, здесь просто нужно подобрать нужные слова. Вот, как бы, подход к каждому ребенку, он есть. То есть, нет двери, которая нельзя открыть, есть просто ключ, который не подходит. Вот, и все, так же и здесь, просто нужно подобрать нужные слова. Это наша работа, мы занимаемся этим каждый день. У меня даже был такой, ну могу коротко живой случай привести. Был парень, он сам по себе такой казачьей натуры, у него предки казаки. И мы приехали с ним на турнир по боям смешанным. А он первый раз приехал на такого рода турнир. Турнир был большой в Ростове. Он говорит, я боюсь, я не знаю, как мне с этим справиться. Я его отвел в сторону, я говорю, слушай, ты фильм про Тараса Бульбу смотрел? Он говорит, смотрел. Я говорю, ты казак? Он говорит, я казак. Ну ты помнишь, говорит, как сказал Тарас Бульба, ребята, пойдите и погуляйте, чтобы не стыдно было. Вот как бы он понял, что я имел в этом в виду. Он как бы проникся этим диалогом, развернулся и пошел, отлично выступил. Победил в этом бою, несмотря на то, что соперник был технически по уровню выше. Но вот он чисто за счет того, что он как бы пропитался этим духом, он как бы нашел в этой речи то, что ему родное. И он пошел, как бы переборолся, выступил здесь. Точно так же и тут я смогу объяснить ребенку, что ни одному ему трудно. Точно так же я когда-то пришел в зал, там не буду скрывать, у меня был момент, когда я хотел бросить. Но я понимаю, что каждый человек, против которого ты выходишь драться, он когда-то прошел. Это когда-то его били, когда-то ему было тяжело. И если ты признаешь, что этот человек остался в зале, а ты ушел, значит ты должен признать, что ты слабее его. Я думаю, не каждый парень будет готов признать, что он слабее кого-то другого. Вот мы говорили о том, что будут какие-то итоговые задания, которые потом будет оценивать жюри. Вот в вашей ситуации с вашими тренировками. Это что за итоговые задания? Это какие-то спарринги будут? Что это будет? Мы разбили весь тренировочный процесс на этапы. Каждый этап он будет завершаться неким таким маленьким тестом. То есть, допустим, это будут тесты по физподготовке. То есть, отжаться, подтянуться. Да, да, да. Потому что все остальное мы сможем условно повесить на детей, когда они будут обладать базовым объемом ОФП. Потому что ребенку, который никогда ничем не тренировался, тяжело. То есть, первые недели просто по вырочке, как говорят. Условно, да. То есть, это ОФП. Потом у нас вся техническая работа разбита на отрезки. То есть, это работа на снарядах, это работа с партнером, это броски, это ударная техника. В общем-то, много критериев, по которым потом опытные наставники смогут их оценивать. Александр сказал, что уже вот есть парень, который пришел подготовленный. Он уже занимался и в перчатке просил, и грушу повесил у себя в детском доме. Вот от этого как-то будете отталкиваться, что у кого-то начальный базовый уровень уже какой-то есть? И может быть, должен быть какой-то прогресс у него? Либо вот одна гребенка по 12 раз подтянулась? В моей команде 4 парня, все они на нулевом уровне, именно единоборств. Поэтому, наверное, это будет еще интересней. Но я думаю, что здесь будет брать вверх то, что у него внутри. Боец ли он внутри, по натуре, по своей. Потому что научить движением любого прохожего можно. А вот то, что внутри, это, к сожалению, либо есть, либо нет. Вика, на шпагат нужно сесть к концу недели. Что нужно сделать в танцах, чтобы понять, вот что я достиг какого-то уровня. Ну да, на шпагат нужно сесть, на же сесть. И они уже понимают, о чем речь идет. Они уже готовы, потому что нужно начать делать. Я говорю, нет, все с нуля. Да, чтобы даже не вздумали ночь тренироваться сегодня. Да, только с 9-го числа. Только 9-го числа. Они готовы. Мне еще нужно будет... Они уже готовы к тому, что у них будет скоро вторая семья. Потому что они будут чистенько видеться. Они друг друга еще не видели. Они не знают, кто, как, что будет, какая постановка. Ведь у нас будет танцевальная постановка. И они к этому готовятся, чтобы обрести... Эта постановка все три месяца будет готовиться, да, какая-то? Да, 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 да. Кабадный дух. И чтобы они выступили синхронно. И они к этому тоже готовятся. И тем не менее, каждую неделю нужно оценить каким-то образом результаты. Что это будет? Это какие-то тесты, конкурсы, что? Это будет, во-первых, базовая подготовка, растяжка. Потом потихоньку танцевальные комбинации. А потом уже слить полностью танцевальную композицию. Итог танец. Если понятно, что вот здесь итог танец. Нужно показать какой-то общий танец, общий номер у вас. Вы чему хотите научить? Вот что в ребятах должно остаться через эти три месяца? Я бы лично хотел, чтобы люди увидели прогресс этих парней. Какими они пришли и какими они стали через три месяца. Но опять же, для меня лично критерий победила моя команда или не победила, он вторичен. Я хочу, чтобы эти парни, четыре парня через всю жизнь пронесли эти три месяца. У меня мой первый тренер когда-то мне сказал фразу такую. Я еще тренировался тогда карате. Он мне сказал, карате у тебя не сможет отнять никто. У тебя сгорит дом, машина, потеряешь деньги. Карате у тебя внутри, у тебя его никто не украдет и не отнимет. Вот я хочу, чтобы вот те знания, которые мы им дадим, чтобы они у них всю жизнь хранились в их копилке, они ими пользовались, когда им будет нужно. Вот для меня это более будет настоящая награда. Если он меня через 20 лет вспомнит, когда где-то что-то я ему там научил, это будет круто. Я вот сейчас вспомнил, мне очень интересно слушать наших наставников. Может у кого-то из вас есть вопросы или реплики какие-то? А то я продолжу разговаривать. У меня еще есть много что спросить, много что интересует. Нет? Спасибо. Продолжу. Александр, для чего учиться ребятам драться? Вот вы придете и будете учить их драться. Вот зачем? Понятно, танцуют красиво девочки. Мальчики будут у вас, кстати, танцевать? Нет, знаешь, только девочки. Ну, ничего, не переживайте. Ну, девочки, это же нежное создание. Сказать драться, это не совсем правильно, как бы. Драться, дерутся на улице. То есть, изначально идет такое название, как боевые искусства, там, единоборство. То есть, названия такие более оккультуренные. Почему? Потому что... Как вы, ну, как ни назовете, все равно не драться внутри будут. Нет, это прежде всего культура. Вот если взять людей тренированных, которые занимались в залах долго, упорно, которые именно посвятили этому душу и так далее, это люди очень сдержанные, воспитанные. Это люди, которые не пытаются проявить, там, показать направо и налево свою силу. То есть, это люди, прежде всего, которые узнали через эти единоборства именно само понятие слова культура. То есть, здесь то же самое. То есть, мы будем их учить не просто драться. То есть, можно драться, да, можно уметь постоять за себя, можно уметь защитить свою семью. Мужчина, он, по сути своей, он должен быть сильным. Самое главное качество мужчины – это сила. Мужчина должен быть сильным физически, тогда он сможет быть сильным и внутри. То есть, он будет тогда в себе уверен. В нем будет уверена его вторая половина, ему будет легче ее найти. Он будет вообще уверенно шагать по жизни, тогда он сможет делать уверенно любой шаг. То есть, устроиться на работу, там, провести диалог и так далее. То есть, человек, который… Провести диалог – это как мотивационная речь, опять с вами у вас. Легко проводить диалог, когда ты… Ну, бывают сложные моменты, бывают спорные там моменты. И человек, когда он в себе уверен, не значит, что он сейчас первый начнет драку, там, кинется на кого-то с кулаками. Но он знает, что он за себя может поставить, он знает, что он за свою семью может поставить, свою женщину защитить и так далее. Он намного увереннее себя чувствует, намного увереннее, конечно, общается. Мы говорим о том, что вот ребята могут быть увереннее, могут… Это какая-то культура. А вам приходилось, кстати, применять свои навыки не в ринге? Да. Почему? Ну, потому что бывают моменты, когда нужно за себя… Но вы же говорите, что можно, нужно поговорить, нужно… Говоришь, что… Диалог. Понимаете, бывают, когда люди начинают разговаривать на разных языках. Ну, ситуации разные бывают, да. То есть, и… Просто иногда кто-то этот язык навязывает, кто-то нет. Ну, первым хотя бы не били, успокойте меня. Ну, могу. Нет. Нет, всё, спасибо. Андрей. Конечно же, драться приходилось, но… Как-то с ростом мастерства в единоборствах я стал избегать конфликтов намеренно. Слыша, уходя в спину, слыша какие-то слова, но я понимал, что, ну, как бы, мне оборачиваться незачем. Я знаю цену себе и своей силе, как бы, она достигалась тяжело в залах через кот, пот и кровь, и разбрасываться этим на улицах не хотелось. Ну, конечно же, приходилось, и, кстати, первым я бил. Поэтому, вот так. Сейчас зрители думают, вот что, говорит, развивала сила. Вот, как у меня, может быть, добавите что-то? Чёрный пояс по карате, мастер спорта по карате, трёхкратный чемпион России по карате, обладатель Кубков Урала, Сибири, Кавказа и Балканских стран по карате? Что-то добавим? Ещё такой же список примерно есть, да. У меня просто картинки маленькие здесь, не поместилось. Всё. Последний вопрос, заключительный. Вот к вам опять, мне, как мужчине, интереснее единоборств. Если кому-то интересно с девушкой поговорить по танцам, пожалуйста, вопросы задавайте, уже предупреждал. Скандал был, мы о нём уже говорили здесь, когда последний турнир проходил файт в Невиномысске. Тогда он был особенно актуален, с нашим американским гостем по этому поводу разговаривали. Если мы говорим о детях, которые занимаются единоборствами, ну, не может не всплыть этот вопрос. Были бои, которыми занимались дети, они там были без экипировки. Ну, то есть, ну, там и дети были помладше в одной из соседних республик, да, когда проходило, прогремело. У вас какие условия будут тренировок, во-первых? Будут ли ребята какие-то спарринги без экипировки? Будет ли экипировка? Как всё будет проходить, Саша? Ну, тренировочные спарринги будут у них однозначно, потому что не спаррингуясь на тренировке, не отрабатываясь, то есть, они ничему не научатся. То есть, прежде всего, это работа в парах. На воздухе, на всяких там снарядах, на лапах ты не отработаешь необходимого мастерства, то есть, у тебя не будет ощущения. То есть, ты сможешь махать по воздуху, ты сможешь красиво там... Бой с тенью, бой с тенью. Но, когда, если придёт момент, действительно, и он захочет заниматься этим дальше, он не сможет это сделать на сопернике, там, в том же самом, и так далее. Потому что тут важна работа в парах. Экипировка. Это основа. Экипировка. У них будут боксёрские перчатки. Для работы с ногами у них будут защита на ноги надеваться однозначно, то есть, для спаррингов шлема. Естественно, всё это будет под нашим контролем строгим проходить. То есть, естественно, прежде всего, все спарринги, все отработки должны проходить без агрессии. То есть, тут очень важно проконтролировать этот момент и всегда предупреждать детей о том, что они не должны быть кровожадными, не должно быть агрессии. То есть, они, прежде всего, друзья, они тренируются в одной команде. И всё, что они делают, если кто-то кого-то ударил сильно, ничего страшного, можно протянуть руку, извиниться, там, и так далее, и тому подобное. То есть, чтобы не делалось это со зла, не делалось специально. То есть, в принципе, ребята будут отрабатывать, будут отрабатывать друг на друге, но без агрессии. Мы с Александром действующие тренера. Это наша повседневная работа. Ничего нового мы здесь не увидим и не расскажем. Это наша работа. Прежде всего. Я спрашивал в начале программы. Да, Илья, пожалуйста, если можно, оставьте у себя микрофон. Александр много говорил. Пожалуйста. У меня такой вопрос. Мальчики ведь тоже умеют танцевать, а девочки успешно занимаются единоборствами. Почему в этом случае так было поделено мальчики единоборство, девочки танцуют? Спасибо. Ну, во-первых, это исконно танцы, исконно женские, а единоборство исконно мужские. Но мы решили этот вопрос равновесить. Я пообещал к концу проекта у Виктории взять пару уроков и на отчетном концерте я вместо своей команды буду отдуваться в танцевальных историях. Нижний брейк. А я научусь бороться. И он пообещал мне научить мне мельницы. Мельницы? Ну да. Что-то мне Александр поможет. Вдвоем не справится один Андрей научить мельницы. Справится, справится. Ну, просто нюансы. Справится. А вот смотрите, мы поговорили с представителями фонда, да, они сказали, что будут каким-то образом помогать, курировать этих ребят. Вы увидите, что вот они могут чего-то добиться. Вы в 12 лет начали. Это тоже не так рано для единоборств. Увидите, что кто-то подает какие-то надежды. Будете ли продолжать курировать, будете ли продолжать с ребятами заниматься, если у них будет желание. Мне бы даже этого хотелось. Потому что, ну, показать ребёнку путь, который я сам прошёл, мне проще. Проще повести его за собой. И мне понятен этот путь. Я сам когда-то был ребёнком и по рассказам моих родителей не совсем благополучным. Потом как-то я попал в струю единоборств. Она меня поставила на определённые рельсы. И по этим рельсам я еду всю свою жизнь. Поэтому мне бы хотелось, чтобы один из этих парней под моё такое шефство попал. Я сколько угодно ему посвящу времени и энергии. Александр, у вас вот такой же парень уже есть, который стремится, который занимается. Будет такая же ситуация. Продолжайте работать. Конечно, конечно, мы продолжим. Прежде всего, я что хочу сказать. Из таких парней вырастают чемпионы. Если даже взять историю многих великих людей, откуда они пошли. Даже в том же боксе. Взять того же Мэнни Пакьява, его все знают. Он за первый свой бой получал по 2 доллара. Тайсона на улице подобрали. То есть очень многие... Да и мы, в принципе, я вам честно скажу, занимались в залах далеко не самых хороших. И условия были не самые лучшие. И возможности тоже были не очень большие, я вам скажу честно. То есть приходилось в зала заниматься, где грибы даже на стенах росли. То есть, ну, разно. То есть тут главное желание. Когда ты видишь ребёнка с таким желанием, который готов пахать, готов идти. То есть, естественно, ты хочешь его вырастить. То есть дать ему как-то возможность пробиться в этом направлении. Потому что перспектива есть. Эта дорога, этот путь даёт возможности. Это, в принципе, я могу назвать, это можно ещё сравнить с ещё одним высшим образованием, которое даёт определённую дорогу. И в структуры, и в спорте можно добиться многого. И, в принципе, прожить очень достойную жизнь. Спасибо. У вас тоже будете без агрессии на танцах? Говорить, не нападайте друг на друга. Вы не соперники. Нет, мы поможем реализоваться. Это всё-таки их будущее. Это их билет в жизнь. Мы их реализуем. Дадим им стержи. И они уже, я, скорее всего, уверена в том, что в дальнейшем они будут заниматься тем, что мы им подарим. Спасибо вам большое. Спасибо. Ещё раз спасибо вам. Пожалуйста, занимайте места в нашем зрительном зале. Продолжим. Продолжим. У нас есть члены жюри. У нас есть члены жюри. Вот сейчас хотелось бы членов жюри позвать сюда, к нам в зал. Проходите, пожалуйста. Не стесняемся, не стесняемся. А вот ещё, пожалуйста, сюда. Микрофон буду передавать. Давайте сразу на эту сторону один микрофон передадим, а вы там будете. Первый вопрос. Вот на что в первую очередь будете обращать внимание? Понятно, что вот вы, допустим, не занимались ни единоборствами, наверное, нет? У меня вся семья занимается единоборствами. Нет, ну то есть вы знаете какие-то технические моменты, по которым будете судить? Или на что в первую очередь будете обращать внимание, когда будете жюри? Во-первых, первое, на что обращу внимание, на желание ребёнка. Всё-таки его желание. Это сразу видно. Его настрой. Ну и, естественно, я кое-какие приёмы знаю. Я принимала участие во многих соревнованиях по единоборству. Поэтому и мой ребёнок тоже занимался в танцах. Поэтому я уже буду судить профессионально. Вот не могу не спросить, а какими видами единоборства занимаюсь? Каратэ. Моя дочь занималась, и мой муж, тренер по каратэ. Очень-очень серьёзно. Продолжим. В первую очередь, опять, в первую очередь, для вас важны спортивные достижения. Для вас важен какой-то блеск в глазах. Для вас важна командная работа. На что обращаете внимание? Я каждому, пожалуйста, вопрос сейчас адресую тогда по часовой стрелке. Вот что в первую очередь ребята должны показать, чтобы вы сказали, вот победили синие или победили красное? Я думаю, что в первую очередь для нас, для членов жюри, и вообще для фонда будет то, что ребята мы вовлекли в эту работу, в этот проект. И что ребята чего-то добились сами. Ну а как судить будем? Я думаю, что придётся и танцы судить, и единоборство. И у нас есть великолепные наставники, которые нам расскажут, на что нам обращать внимание, и по каким приоритетам определять, кто всё-таки победил в конкретном случае. Сменим, сменим тему. Всё-таки понятно, да, что есть вообще профессионалы в танцах у нас. Тоже регалий у меня много, у меня на одной страничке даже не поместились. Чем проект именно вам интересен? Почему вы решили прийти в него, стать членом жюри? Я скажу сразу, что я занимался подростками с самого начала, ещё когда только окончил психологический факультет, и первые группы, которые собирались, я именно был, занимался подростками. И я знаю, насколько ребятам важно, вот Александр говорил, что культура единоборств, да, вот, а культура единоборств – это дух, сила духа и дисциплина, да. Вот очень часто иногда я Андрею, ребят, которые приходят на консультацию, мамы там, семьи приходят, я иногда направляю именно к Андрею Печушкину. Почему? Потому что очень многим ребятам дисциплина, очень много энергии у ребят, да, которую они хотят реализовать. И эту энергию они не могут реализовать, потому что не всегда общество даёт это, да, то есть не всегда там родители, даже если бывает так, что заинтересованы в этом. Поэтому здесь вот то, что они получат, да, они получат дух, они закалку получат, они получат дисциплинированность, да, и возможность адаптироваться в обществе, в котором они скоро войдут. И поэтому мне очень нравится работать с ребятами, они всегда творческие. У них очень много, знаете, говорят, когда спрашиваешь изюм, какая у тебя изюминка, так они все кексы. То есть наполнены изюмом, они горят, они горят. И если для них очень важно, чтобы человек, наставник будь, то взрослый человек, который с ним работает, обязательно был ярким, чтобы за ним можно было идти, чтобы его можно слушать. И они уважают не столько силу, сколько внутренние человеческие качества, что вот именно уверенность. И это они черпают потом и реализовывают в своей жизни. Быть похожим на своего наставника, вот что для них важно. Катя, микрофон, пожалуйста, возьмите. Вы тренер. В этой ситуации решили стать судьей? Решили быть тренером, вам сказали, судья. Мы не будем тренировать, потому что мы в сюжете посмотрели и много ваших детей, которые занимаются в вашем клубе, который называется Lucky Jam. Они чемпионы всего, чего я только знаю. Но в этот раз вы решили судить, почему не учить, почему не наставник. Пригласили в члены жюри, потому что я также, помимо того, что я тренер, я являюсь несколько лет уже судьей вообще российской танцевальной организации, организатор крупных всероссийских турниров по танцам, по стрит-направлениям. Поэтому, я думаю, именно поэтому мне доверили такую важную, не знаю, роль. Вы будете строгий член жюри? Вот просто, глядя на вас, не подумайте, что можете быть строгими членами. Я на самом деле всегда очень строгий член жюри. Я всегда очень строгий член жюри, но думаю, в этом случае, в этом проекте, нужно обращать внимание, хоть я отвечаю за техническую большую часть, вот именно в танцах, но обращать внимание на все в совокупности. То есть, насколько ребенок хочет, насколько горят его глаза, насколько он старается. Атмосфера, я думаю, микроклимат именно в командах самих, да, общение с наставником, потому что это очень-очень важно для всех деток вообще, а для таких особенных деток тем более. Слушал бы и слушал, но, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Давайте-ка подведем итоги интерактивного голосования. Постоянно помогали бы незнакомым людям 36%, никогда не помогают незнакомым людям 3%, и 61% опрошенных, третий вариант ответа, сегодня побеждает, только когда уверен в результативности. Я напомню, для чего мы все это сегодня затеяли, вот эту тему мы подняли в нашей студии. Мы говорили о том, что совсем скоро, уже 9 декабря, на следующей неделе, стартует проект телеканала «Свое ТВ» под названием «Все возможно». Мы сегодня поговорили, познакомились с тренерами, мы познакомились с организаторами, мы познакомились с жюри, и уже на самом проекте будем знакомиться с главными героями, с ребятами, с участниками. Я напомню, что будет две команды, команда красных, команда синих. Вы сможете поддерживать каждого из них условия, вы узнаете уже через неделю, но самое главное, запомните, это будет правильное, как живое шоу, как мы это назвали? Это будет правильный, живой проект. Оставайтесь на своем ТВ, впереди новости, до свидания.